Всем приветики! И так как никак у меня не идет дело с моими ирицами, я решила, а не начать ли мне какую-нибудь маленькую работку, чтобы у меня появился стимул, что ли. Ну не знаю, мне кажется, что мне, наверное, скучно и поэтому... Ой, я тут отражаюсь. Привет! Привет! Мне скучно, наверное, на этих ирицах и, возможно, другая работа просто разнообразит. Вот такую работку я хочу начать и сейчас посмотрим с вами содержимое этого набора. Он у меня закрытый. С одной стороны тут я его, по-моему... Нет, я его не пыталась открывать. Он такой, наверное, и был у меня. Он здесь хорошо запечатанный. Вообще я не открываю наборы, поэтому я думаю, что это было не я. Он такой приоткрытый, да, с этой стороны. Так, сейчас мы видим, что он откроет. У меня появился штатив и у меня теперь две руки свободные. Не знаю, правда, что из этого видео получится. Снимаю сейчас на кухне, что тоже не очень удобно, потому что стол стеклянный и, как бы, ну, не очень красивенько получается. Итак, поехали. Открыла я набор. Если я положу на него, взяла показать вам сразу равномерку, потому что я буду заменять канву. Вот она, эта канва. Такой небольшой кусочек канвы. И она здесь 18-го каунта. Для меня это очень-очень мелко. Ну и плюс там неполная зашивка, поэтому я хочу взять равномерку. Равномерка у меня от DMC. Она у меня там так загнулась. Вот он. 28-й каунт. И антично-белый. Это один и тот же цвет. Так, положим назад. Держит у нас. Так что вот этот кусочек я буду заменять. И, ну, отрежу там. Надо замерить и отрезать, какой нужен. Потому что 18-я для меня, она, ну, очень мелкая. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идут, как обычно, как обычно, так, все это дело замотано, замотано. Идут у нас две планшетки с ниточками. Сейчас я буду, конечно, опять над этой работой психовать и нервничать. Потому что нитки у DMC, они реально бесят. И что с ними? Ой, не у DMC, а нитки Dimensions. Нитки Dimensions подбешивают. Потому что, ну, в сравнении с DMC, конечно, они и путаются. И, в общем, с ними гораздо сложнее как-то работать. Мне лично. Вот. Но вот эти планшетки мне очень-очень нравятся. Выдергиваешь по одной там ниточке. И вообще все прекрасно. Ну, видели уже где-то, да, остатки. То, что на иголке остается, я прям вот сюда втыкаю. И, в общем-то, все вот так вот у меня и хранится. Цвета такие... Цвета не яркие. Цвета такие спокойные. Ну, думаю, сейчас ближе к лету в самый раз вышивать такую красоту. И не вылетела тут у нас нигде иголочка. Где иголочка? Неужели нет иголочки? Оп. Так, вы представляете, у меня нет иголочки. Вот, может быть, именно поэтому она была открытая. Набор этот был открытый. Но иголочки я не наблюдаю. Не на пол вроде ничего не упала. Так, смотрим дальше. Что у нас тут? У нас одна бумажка. Вот она, иголочка. Вылетела. Вот она, иголочка. Темновато немножко. Такая небольшая иголочка. И вот такая вот схема цветная. И здесь же сбоку ключ. И снизу вот так вот ключ. И на этой же, на другой вот стороне, получается, все инструкции, как вышивать, как бэкстич сделать. И что у нас тут присутствует? У нас тут, значит, обычные крестики, бэкстич и французские узелки. Вот такая вот схема. Что-то, мне кажется, я ее, наверное, отрежу отсюда. Чтобы вот эта нижняя часть, она мне не мешалась. Ну, схема, как всегда, очень крупная, понятная и вполне себе хорошенькая. Такое, чтобы прям... Ну, есть в некоторых местах, да, такие по три, по четыре крестика, но... Будем делать протяжки, значит. Я не любитель заморачиваться, тем более сейчас, когда у меня вообще настроя седьмого нету на вышивку. Я думаю, что я буду делать протяжки, так как обычно ниток у DMC... Ой, у DMC... У DMC всегда достаточно, поэтому будем делать протяжки. Вот такой вот небольшой обзорчик на этот замечательный наборчик. Сейчас я вытащу, покажу вам еще раз. Вот такую красотулечку. Буду сейчас я вышивать. И, возможно, у меня появится желание дошить Ильис. И я, на самом деле, их повышевала немножечко. Вот, ну как немножечко. Я бы вышивала, наверное, часа четыре, так приличненько там продвинулась. Но... Ну и все на этом. Я не понимаю, что меня тормозит. То ли меня тормозит то, что большая работа. Она громоздкая, ее каждый раз доставать, вот это вот все, оно меня немножко добивает. С такими маленькими работами проще, потому что они у меня лежат все в одном месте. Я села, взяла и сразу начала вышивать. А с той работой мне нужно ее взять. Мне нужно взять отдельно нитки, потому что они лежат, как бы, в таком не очень приглядном виде. Там есть видео, как у меня все это хранится. Все-таки у УКС вот эти вот планшетки, которые длинные, неудобные они. Вот, ну, неудобные для меня. Сейчас же у меня все это будет храниться вот в таком вот. Я, наверное, вырежу, хотя я точно не знаю. И все, я назад вот сюда засуну вот так вот, покидаю. Кину сюда карандашик, ножницы, иголочек побольше положу. И все. Вот так вот закрою. И будет это у меня лежать на диване. И работу, ну, я не знаю, скорее всего, она, видите, тут, ну, тут вообще кусочек маленький. Ну, будет она там, ну, немножко побольше. Я думаю, что я ее вообще буду на своих маленьких куснапах вышивать. И это будет вообще такой универсальный наборчик, который будет мало места занимать. Сел, взял в руки и все, и поехал вышивать. Ну, вот и все, наверное, с обзорчиком. Вот, давно не снимала, я даже заговариваюсь. Ужас вообще. Ладно, буду сейчас я мерить равномерочку. Отрезать кусочек. И сяду вышивать. Пока-пока. Отрезала я уже равномерочку. На самом деле, ненамного она получилась большая со всех сторон. В общем, вынчих я сейчас на 1-2 тысячку забила данные в крестиках. И получилось, что от стандартного вот этого куска конвы, который лежал в наборе, с каждой стороны по 1 инчу. Вот у меня тут такой сантиметр. Весь подранный. Но он очень удобный, потому что здесь сантиметры, а здесь инчи. В Америке везде инчи. И я его с собой все время таскаю, потому что, ну, для меня это просто невыносимо. Это головная боль. Вот эти там части непонятные. Вот, получилось, что с каждой стороны по 1 инчу прибавилось. Вроде не ошиблась, хотя со мной все возможно. Ну, вот, натянула я на кус напы. И на самом деле, да, даже кус напы, мои малюсенькие, вот эти вот, которые, вот, у меня только ладошка тут помещается. И даже у них, вот, видите, как еле-еле-еле. Я не знаю, насколько это будет все держаться. Видите, натянула я в обратную сторону, чтобы удобно было ниточку сзади закреплять. И серединку отметила карандашом. Ну, короче, у меня сегодня вообще все не по-людски. Ну, в общем, точечку поставила я карандашом. И немножко сместила центр, чтобы от центра пойти, ну, не знаю, вниз или вверх. Это уж как там попрет у меня. Ну, вот, собственно говоря, все. Поехали. Новый старт в моей вышивальной жизни.